Всем привет, с вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Вы уже догадались, что сегодня вас ждет видео с распаковкой. Особенно понравится оно тем, кто давно хочет заказать пряжу с Алиэкспресс, но все никак не решается. Специально для вас я заказала много пряжи пух норки из Китая. И сейчас мы вместе распакуем ее, разглядим поближе и проведем пару экспериментов, чтобы выяснить, много ли в ней синтетики и какую усадку она дает. Каждый моток пряжи упакован отдельно. В этом же пакете находится эластичная нить под цвет пряжи. Эта дополнительная ниточка нужна, чтобы связанное изделие держало форму. Итак, я подготовилась, можно начинать. Как вы видите, я заказала всю пряжу с желтой этикеткой. Это уже проверенный мной лично вариант и в сети о нем больше положительных отзывов. Если вы покупали норку с синей или другими этикетками, напишите, как она вам, а я в следующий раз закажу и другие варианты. Давайте посмотрим, какую информацию можно прочитать на этикетке. Итак, 16 дробь 2 – это обозначение толщины нити, 08 – это номер оттенка пряжи. Моток весит 50 грамм, это мы видим среди китайских иероглифов. И на сайте было написано, что в нем 350 метров. Состав пряжи понять сложно. Вот эти 15 процентов, скорее всего, приходятся на синтетику, я так надеюсь. И я думаю, что это как раз та самая нить, на которую насажен пух. Стирать изделие из пуха норки следует при температуре от 20 до 40 градусов, отжимать нельзя. Утюг устанавливать на двойку, это понятно по значкам. Остальную информацию я пыталась перевести, но, как оказалось, это бесполезно. Переводчик выдает какую-то ахинею. Вот такой образец у меня связан из этого голубого оттенка. Когда я в прошлый раз делала обзор на пух норки, в комментариях было немало негатива в адрес этой пряжи. Мне писали, что норки в этой пряже нет, что это голая синтетика и так далее. За себя могу сказать так, мне эта пряжа понравилась, даже больше скажу, я в нее влюбилась сразу после первого связанного изделия. И носим мы с дочерью те изделия с огромным удовольствием. Пряжа мягкая, нежная, красиво ложится, петельки ровные и аккуратные, нить без утолщений и узелков. Одним словом пряжа – мечта. Вернее, мечта то изделие, которое я хочу связать из этой пряжи. А чтобы мечта начала сбываться, мечтать надо правильно. И если раньше у меня не было этого волшебного ключика, то теперь я точно знаю, что все мои мечты обязательно сбудутся. А почему я так уверена? Читайте пост в моем инстаграме, я там все подробно рассказала. Ссылка под видео. Внешне полотно выглядит очень достойно и красиво. Образец как будто связан на машине. Я не страдаю рядностью, поэтому у меня и лицевая, и изнаночная сторона идеальны. Этот образец, а также и все остальные я вязала спицами номер пять. Полотно получилось немного рыхлым, эластичным и мягким. Может быть, для шапок стоит взять четверку и вязать более плотно. Для сравнения покажу вам образец, который я вязала как раз для расчетов на белую шапку. И он получился более плотным, чтобы шапку не продувала. Из этой партии пряжи я планирую связать большое плечевое изделие, поэтому взяла спицы побольше, чтобы полотно получилось мягче и хорошо драпировалось. Именно поэтому все образцы вязала спицами номер пять. Мне осталось только определиться, какие именно оттенки я возьму для этого изделия. Мне надо посмотреть, как они будут сочетаться между собой. Так уж и быть, раскрою вам свои планы. Хочу связать большой теплый и пушистый полосатый кардиган. В нем должно быть три или четыре оттенка, а Вы пишите, какие на Ваш взгляд больше сочетаются друг с другом. Это коричневый цвет, достаточно глубокий и темный, и его номер пятьдесят четыре. Следующий оттенок белый и в этот раз я взяла номер один. Замечу одну вещь. В прошлый раз я заказывала также белый цвет, но мне пришли нитки номер тридцать шесть. Разницы между ними я практически не вижу, имейте это в виду при заказе, если вдруг не окажется нужного цвета. Под номером пятьдесят один у нас идет очень красивый насыщенный темно-зеленый цвет. Очень жаль, что камера не передает настоящий оттенок этой пряже. Возможно, сейчас она кажется Вам близкой к синему, но на самом деле этот оттенок похож на зеленку. И напоследок бежевые цвета. Номер двадцать один более холодный, за счет серых полутонов. Очень похож на него оттенок под номером 03. Но, когда прикладываешь их друг к другу, становится видно, что они совершенно разные. Номер 03 отдает рыжинкой, которая делает эту пряжу по весеннему теплой. Оттенки посмотрели, внешне пряжу оценили. Теперь посмотрим, что произойдет с пряжей во время и после ВТО. В миске я добавила ласку для шерсти и шелка. И теперь наливаю подогретую в чайнике воду. Я хочу постирать эти образцы в максимально допустимой температуре 40 градусов. Поэтому проверяем температуру при помощи термометра. Для начала постираем образец белого цвета, потрем его, чтобы вылез пух и продемонстрировал нам всю красоту этой пряжи. Бежевые образцы, как Вы видите, не линяют, вода после них осталась прозрачной. Голубой образец тоже не подвел. После зеленого вода немного окрасилась, этого и следовало ожидать. Обычно яркие оттенки слегка линяют, поэтому стоит задуматься, можно ли сочетать этот цвет с белым в одном изделии, либо придется потом стирать это изделие в более холодной воде. После коричневого вода также не изменилась и осталась прозрачной. Пока образцы сохнут, я покажу структуру ниточки. Визуально отличий в толщине пряжи разных оттенков я не вижу, у них одинаковая структура, одинаково равномерно торчат ворсинки, разве что зеленый оттенок выглядит чуть толще. Давайте попробуем раскрутить ниточку. Видно, что она состоит из двух нитей, а если продолжить раскручивать одну из этих нитей, мы увидим, что она представляет собой скрученный пушок, основы как таковой я здесь не вижу, поэтому пряжа хорошо рвется и вязать из нее без эластичной нити не рекомендуется. Теперь переходим к животрепещущему вопросу, который волнует каждую рукодельницу. Сколько в китайской пряже синтетики? Процентное содержание мы, конечно, не выясним, но наличие синтетики точно узнаем. Для этого я подожгу ниточку. Смотрите, горит она очень активна, могу точно сказать, что пахнет она шерстью, запах паленых волос хорошо чувствуется. Но и синтетика здесь однозначно присутствует, об этом говорят черные шарики, которые образуются при горении нитки. Так ведут себя абсолютно все ниточки. Вернемся к нашим образцам. Я не стала делать измерения до стирки, а вместо этого связала контрольный образец и не стала его стирать. Теперь можно увидеть, насколько остальные образцы сели по сравнению с контрольным образцом голубого цвета. Знаю, что линейка в оценке усадки привычной, но мне хочется показать разницу наглядно. И до стирки все образцы, кроме зеленого, были точно таких же размеров, как и контрольный образец, голубой. Зеленый был на полсантиметра больше в ширину. После стирки все образцы я разложила по кучкам, сейчас объясню почему. Посмотрите, нестиранный образец кажется более рыхлым, петельки находятся как будто на небольшом расстоянии, а в постиранном образце все петельки одинаковые, плотно прижаты к друг другу. Полотно выглядит мягким и цельным, но и пушистость пряжи, как говорится, налицо. Сравним голубой образец с контрольным по размерам. Кладем постиранный образец сверху и видим, что усадка составила примерно полсантиметра по ширине. Высота осталась прежней. Такой же результат дали белый и бежевый с холодным тоном. Именно поэтому они находились в одной кучке с голубым образцом. Сразу покажу, как распушилась пряжа. Я думаю, вам хорошо видны все пушинки, которые появились после мини стирки. Особенно это заметно в белом образце. По опыту могу сказать, что в процессе носки пряжа еще больше распушиться. Теперь посмотрим, какую усадку дали образцы из средней кучки. Бежевый с рыжиной по ширине уменьшился практически на сантиметр. В высоту тоже есть небольшая усадка. Так же себя повел и коричневый образец. Зеленый образец изначально был больше контрольного на полсантиметра, после стирки по сравнению с голубым он стал меньше на полсантиметра. Получается, что в общем зеленый образец сел на целый сантиметр по ширине. Надеюсь, что после этого обзора у вас не осталось сомнений заказывать или нет пухнорки на Алиэкспресс. Лично я точно буду пополнять свои запасы этой пряжи, настолько она мне понравилась. И надеюсь, что вы не верите в байки по поводу коронавируса. Этот вирус вне человека живет 48 часов. Учитывая, как быстро работает Почта России, у коронавируса просто нет шанса. Поэтому можно сделать заказ без опасений. Все ссылки на магазин из пряжи вы традиционно найдете в описании. Следите за ценами, заказывайте в тех магазинах, где выгоднее. Там же будет ссылка на предыдущий обзор, где я даю информацию, как сэкономить на доставке пряжи из Китая. Пишите, полезен ли был этот обзор и как вам эта пряжа, если вы из нее уже вязали. Ставьте лайки и присоединяйтесь к моему факультету рукоделия. Здесь вас ждет много всего интересного. С вами была Юлия. До встречи. Пока, пока.